вот по милости божией 14 сентября мы уже были свободны от своей картошки за два с половиной дня выкопали поведели вторник полына среды ну и дальше пошел я по деревне кому мы нужны не за деньги так поможем усиновым пришел да ладно мы сами у вас и так делов хватает не очень как бы нуждается пошел барабаша мангоров грузит продает это не просто так 30 кажется 7 или что ли тонн гороху сразу продает вот это да ну и пришли мы лена обрадовалась а вы игорь говорит ну идите копайте я варни за деньги за вашу доброту решили тут все по-другому вот ряд прошел я вот вы выбросили вот она идет где-то я уже прошел посчитал вот такой ряд в один ряд но как шахматном порядке идут и горит садит очень большие картошки мы маленькие он большие вот первое гнездо только раскопал ну володя вырывает чтоб показать какая картошка ну вот моя ладонь ладонь моя малей не закрывает вот насколько картошку как его показать то знаешь со стороны видно не большая 22 это помельче чуть но тоже 22 они не паханую землю толкали вот я расспрошу почему вот в один ряд 66 гнезд между ними лебеда растет они и не трогают она как защитная полоса и умягчает климат это я понял буду расспрашивать второй ряд вот я вот тоже бы вырыл вилами у меня специальные виллы такие есть сломать можно я так закос мы тащил а вот ну это как сколько сантиметров я не знаю ну ширина где-то 18 и самый этот 20 20 18 на 21 сантиметр примерно одни вилла сломались а хорошо как ломился при вас сварить а вторыми ничего не могу сделать все понятно все хорошо все быстро но не протолкнешь я поэтому каждый раз как надо дожму а бывает какая-то картошкой проткнутая будет вот она у меня задел как они буду спрашивать сколько в гнездо ложили и какой величины каждой картошкой почему не паханая виллы не идут лопата не идет мне 4 рядка ну по 66 вот я два прошел а это маленько уже начато было вот до конца его тоже докопал докопал запрел тут один ряд они оказывается сами выкопали в общем дело то я гляжу у них кукуруза что за кукуруза а между кукурузой здесь фасоль лена она все научно делает все ты хват их по огромные тыквы есть здесь у него это рядом путела сена я прошлый раз считал тут несколько сот утюков этих потюки большие довольно я могу даже сказать какой диаметр замерить 1 2 3 4 5 6 ну метр двадцать метр двадцать примерно и здесь 1 2 3 4 5 6 7 полтора метра шириной ну и вот метра 10 на высотой высоту она рядами идет каждый ряд это 3 дальше вверху 2 потом один и того 6 ну считаешь сколько здесь этих несколько сотку ков таких то есть земля очень плодородная он все делает трактора у него техника сейчас что-то у него ремонтируют там чтобы мельчить солому спросил ничего не то я тут что мне нравится сколько стоит другого не добьешься этот 76 или 75 тысяч отдали мастера приехали тут привезли что-то еще должны сделать я пошел эту кукурузу смотреть вот как у них почему птицы то не нарушают еще подобного вот она сколько я это тут взял раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать примерно и вот она птица то тут я не знаю ворона сорока полностью ошелушена ничего ни одной зернышко нету беда какая-то все возьму ли не покажу их надо как-то обматывать листья прижимать видимо счета такое вчера володя там урожает а у нас не очень такой у него вот сколько здесь на воздух даже жены возил немерено земли еще заброшено вот там сценарий вздумал человек построил от напали на наш лагерь теперь музеем ставшие как у меня очень сильно похоже что где-то в карты проиграли и вот теперь кто-то счет так как будто как будто повторяю с такой настырностью лезут уничтожить на навозной кучи навозная куча сама вот такой высоты не 200 лет туда говорится никто не заглядывал а последние годы туда весь навоз грузили а под ним какие-то яма мы все засыпали эта земля уже куча навозной если план сделать куча навозной на нем это гнездо свели лагерь 9 соток а там такие кучи полно еще везде на одной мы сделали чтобы обедать ну еще не построили просто сидеть на другой молимся только тоже там не трогает ничего нету могут это сломать бешеные злоба дьявола он чувствует погибель свой сошел великой ярости ища кого поглотить вот между рядами там вову дядя вова мы с тобой идем там я не вижу даже вы увижу или нет где же дядя вова-то еще тут не видать остается меня отпустил свободен он вырывает теперь только вырыть надо все пошел домой